Лоскутное шитье, вязание, изделия из бисера, роспись по дереву и многое другое. Эти изделия ручной работы выполнены руководителями и учащимися творческих студий Дворца культуры имени Валерия Павловича Чкалова. Увидеть их можно на выставке детского творчества, которая открылась в отделе авиации Щелковского историко-краеведческого музея. Тематика экспозиции весьма необычная для отдела. Дело в том, что располагается он в здании Дворца культуры, а потому в начале летних каникул руководство учреждений культуры решило представить выставку, которую смогут посетить ценители декоративно-прикладного творчества, в том числе и юные гости. У ребят будет возможность познакомиться с изделиями, выполненными в различных техниках. Творчество здесь присутствует в полном объеме. Но сначала хотел бы сказать, как родился этот проект. Нам пришла такая с коллегами идея, что эта площадка должна не только быть посвящена истории авиации. Несем традиции, естественно, конечно, особенно прикладное творчество, которое здесь показано, очень прекрасные работы. И я надеюсь, что мы в дальнейшем будем сотрудничать с нашим Щелковским историко-краеведческим музеем. Название выставки «Умелых рук творения» экспозицию представили руководители учащихся студий самого Дворца культуры и его структурных подразделений Заречный и Мальцево. Многие работы мастера выполнили из старых вещей, преобразовав на первый взгляд ненужный материал в изделия декоративно-прикладного творчества. Руководители студии вместе с учащимися продолжают старинные традиции создания предметов декора и быта. Здесь русские куклы, лоскутное панно и роспись по ткани в технике батик. Сотрудники музея составили несколько композиций из представленных изделий, отталкиваясь от тематики и техники исполнения. Экспозиция будет представлена в течение нескольких недель. Выставка продлится до 30 июня. Продолжение следует...